К нам присоединяется Владимир Фисенко, политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот, президент США без предварительных условий готов к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по уменьшению ядерной угрозы. А что значит фраза «без предварительных условий»? Ну и как думаете, состоятся ли эти переговоры и каких результатов можно от них ожидать? Ну, очень легко спрогнозировать, что таких переговоров не будет, потому что срок полномочий Байдена в Белом доме заканчивается. Это заявление не более чем прощальный политический пиар Байдена. Ну и демонстрация его политической позиции. Байден, да, сторонник ядерного ограничения и, скажем так, ограничения ядерного потенциала. Тут нет ничего нового. Я вам один пример приведу в этой связи. Он еще очень показательный. Когда Трамп был президентом, при всей своей специфике, желании подружиться с Путиным, в переговорах с северокорейским диктатором и так далее, благодаря очень таким, я бы сказал, сильным и жестким советникам по национальной безопасности, внешней политике, внешняя политика США была такая достаточно боевая. И, в частности, Трамп требовал, чтобы к договору об ограничении стратегических наступательных вооружений присоединился Китай. Ну, поскольку ядерный потенциал Китая растет, если раньше главным, скажем так, противовесом США, в том числе по ядерному оружию, была только Россия, сейчас Китай становится, ну, по сути, стал уже третий, давно уже стал, но сейчас темпы возрастают. Третий ядерный державы мира. И, в принципе, вполне логично, американцы сказали, давайте, чтобы ограничения стратегических наступательных вооружений включали и Китай. Ну, и, естественно, еще и Францию, Великобританию. Китай отказался, и Россия тоже. А когда Байден стал президентом, то буквально за несколько дней, без всяких дополнительных переговоров, согласований, в телефонном режиме было согласовано продолжение действия вот этого договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Ну, а дальше проголосовали парламенты и в США, и в России. Это вот очень показательный пример. Кстати, сейчас, уже во время нынешней войны России против Украины, Путин приостановил действие этого договора. Не отказался от него, но приостановил. Тоже очень показательное действие. В случае с этим заявлением Байдена, я бы не делал из него никаких больших выводов. Я говорю, тут пиара больше, чем конкретных действий. Никто сейчас не начнет переговоры с уходящим президентом. И все будут ориентироваться на то, какой будет позиция нового президента США по вопросу об ограничении ядерных вооружений. Тут проблем накопилось более чем достаточно. Это фактически расширение ядерного оружия. Вот Иран может стать новой ядерной страной, с ядерным оружием. Вот ядерное оружие в Беларуси появилось, пока только тактическое, но тем не менее. И проблем очень много. Поэтому вот таких романтических и добрых призывов, а давайте без всяких предварительных условий, ничего нет за этой фразой. Кроме того, что никаких предварительных условий нет. И все. Давайте начинать переговоры. Ну, всерьез это не будет воспринято, поскольку не заинтересованы в этих переговорах ни в Москве, ни в Пхеньяне. Поэтому я не ожидаю никаких реакций на эту инициативу Байдена и никаких практических последствий. Но вот по поводу как раз-таки сотрудничества между Россией и Северной Кореей, да, две диктаторские страны, две страны с ядерным оружием, свежая новость, что Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между этими двумя странами. И это включает в том числе военную и другую помощь в случае нападения. Чем важен этот документ? То есть те поставки, которые сейчас происходят из Северной Кореи, и говорится и о солдатах, и о ракетах, да, это некое законное обретет яство или для чего этот договор нужно ратифицировать в Госдуме? Нет, ну слушайте, поставки северокорейских артиллерийских снарядов, причем миллионов штук в Украину и ракеты, правда, низкого качества, но тем не менее это уже происходит. И без ратификации. Тут ратификация не нужна. Это уже как бы такая сделка и демонстрация партнерских отношений. В чем опасность этого договора? Вот когда только его подписали, а сейчас происходит, ну в принципе такая традиционная фаза, договор подписан лидерами, теперь его надо ратифицировать, чтобы он вступил в силу. Так происходит с международными договорами. Это такая уже парламентская, дипломатическая процедура. Но в чем опасность этого договора? В том, что по сути он формирует, узаканивает военно-политический союз между Северной Кореей и Россией. Напомню, что еще недавно, но в всяком случае до российской полномасштабной войны против Украины, Россия была участником системы международных санкций против Северной Кореи. Да, у них были тоже свои партнерские отношения еще с советских времен, но Россия поддерживала санкции против Северной Кореи. А сейчас ситуация прямо противоположная. Фактически Россия нарушает весь предыдущий санкционный режим. Более того, вот этот договор предусматривает взаимную военную помощь. Там есть такая приписка, в случае если будет нападение на другую страну. Но вот если сейчас появляются уже данные и в СМИ, и вот сегодня наш президент огласил и данные нашей военной разведки, судя по всему, да, уже реализуются планы по участию северокорейских военных в войне против Украины. Это интернационализация войны. Это, может быть, не прямая война Северной Кореи против нас, но участие Северной Кореи в войне, если будет их военный контингент воевать на стороне России. Поэтому для нас это дополнительный вызов. И на этот вызов должны реагировать не только мы, но и наши партнеры. Потенциально это вызов для Южной Кореи и США. Потому что если сейчас вот такой жест делает Северная Корея в адрес России, то завтра в случае любой военной провокации и провоцирования конфликта между Северной и Южной Кореей, Северная Корея будет просить Россию о военной помощи. А может быть, уже будет оказываться сейчас военная помощь Северной Корее. Просто тут будут людей поставлять на фронт против Украины. А Россия будет поставлять ракетные технологии или спутниковые технологии Северной Кореи. В любом случае, это огромный риск для дестабилизации региональной безопасности в Восточной Азии. Это вызов, кстати, еще и для Китая. Не прямой, косвенный. Но если агрессивная политика Северной Кореи благодаря союзу с Россией будет усиливаться, то этот, скажем так, пороховой погреб Северной Кореи может взорваться. И тут есть риски не только интернационализации войны уже и в Восточной Азии, особенно сейчас, как ведет себя Северная Корея. Они вот фактически провоцируют сейчас очередной приграничный конфликт, угрожают артиллерийскими обстрелами территории Южной Кореи. Это, скорее всего, такая силовая акция, демонстрация мускулов. Но некоторые подозревают, что это может быть инструментом давления на выборы в США, чтобы показать в очередной раз слабость Байдена и сделать такой пас Трампу. Но так или иначе, вот если эта тенденция будет развиваться, то риски и новой войны, и расширение нестабильности военно-политической резко возрастут. И учитывая, что у Северной Кореи есть ядерное оружие, это еще и риски ядерного конфликта. Так что я думаю, что это очень опасная тенденция. Вот этот договор, он меняет ситуацию безопасности как в Восточной Азии, так и для нас. Потому что объединяются два диктаторских режима, очень агрессивных режима. На сегодня, наверное, самые агрессивные диктаторские режимы в мире. И это будет совместная угроза безопасности во всем мире. Вот две новости, о которой вы одну вспомнили, о том, что Северная Корея привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей, ну, якобы в ответ на возможное проникновение южнокорейских беспилотников. И вторая новость. Китай провел военное учение возле Тайваня, как строгое предупреждение силам, выступающим за независимость Тайваня. Как думаете, а можно ли вот это все считать какой-то, ну, некой попыткой союзников России раскачать ситуацию в мире, чтобы отвлечь внимание Запада от Украины? Нет, я думаю, что тут все-таки разная логика. Не надо воспринимать Китай как младший партнер России. Ничего подобного. Скорее наоборот. И то эта взаимосвязь очень противоречивая. Китай использует Россию в экономических интересах. Он пользуется тем, что сейчас Россия стала зависимой от Китая, прежде всего экономически и отчасти политически. Эксплуатирует ее природные ресурсы. Но Китай не поддерживает войну России против Украины. Да, Китай не осуждает эту войну, но и не поддерживает. Да, есть обвинения, что Китай там поставляет товары двойного назначения в Россию и тем самым помогает России. Но, к сожалению, например, станки с числовым программным управлением из Германии поступают в Россию. Не прямо, через посредников. Эта проблема, к сожалению, касается не только Китая. Там много чего идет через самые разные страны мира. Индия, страны Центральной Азии, Турция и так далее. Там арабские страны. Поэтому эта проблема такая неоднозначная. Вот в чем логика действий Китая. И, кстати, и Северной Кореи тоже. Они пользуются нынешней ситуацией. Они не... Ну, Северная Корея может подыгрывать Россию. Это вот в этом я убежден, потому что эти две страны сейчас в военном союзе. У Китая с Россией партнерские отношения по линии БРИКС, по линии Шанхайской организации сотрудничества, двусторонние отношения партнерские. Но Китай не является прямым военным союзником России. Кстати, напомню, что Китай не признал аннексии Крыма. Ну, а тем более, как бы, тех территорий, которые Россия оккупировала уже в нынешней полномасштабной войне. Поэтому я вот все-таки вот здесь Китай и Северной Кореи не отождествлял. Но Китай также пользуется нынешней ситуацией. В США выборы. Американцам сейчас не до внешних конфликтов. Ну, вот только, пожалуй, они обращают внимание на конфликт на Ближнем Востоке. Ну, потому что сильное израильское лобби, да и палестинское лобби в США тоже очень заметно. И Ближний Восток — это еще нефть. Цена на нефть. И поэтому, как бы, на эту тему обращают внимание. А внимание к остальным конфликтам несколько снизилось. И, конечно же, вот Китай этим тоже воспользовался. И Китай демонстрирует силу. И это не первое военное учение, и, думаю, не последнее военное учение возле Тайваня. Это пока демонстрация силы, это не объявление войны. Но это как раз лишний раз напоминает, и об этом надо думать уже будущему американскому руководству, что если вы снижаете уровень своего внимания к тем или иным международным проблемам, эти проблемы только обостряются. И они вас догонят. И если США будут проявлять слабость или неоперативное внимание, неоперативную реакцию на сильные проблемы, ну, эти проблемы бумерангом к ним вернутся. Как это было с Афганистаном или с террористической угрозой из мусульманского мира, ну, и многими другими вызовами. Или как с Россией было. Да. Обама перезагружал отношения с Россией. А потом 2014 год, Крым. А потом, как бы, недостаточное сдерживание России привело в итоге к тому, что Путин пошел полномасштабной войной против Украины. И если ничего не сделать с Путиным, не остановить его силой, то завтра угрозы, с которыми столкнулась Украина, будут угрозами для Европы. Поэтому нельзя закрывать глаза на реальные международные проблемы. Но сейчас, к сожалению, ситуация выборов и внимание США отличено. К тому же, вот Россия сейчас, Северная Корея, я думаю, что устраивая эти провокации, ну, явно хотят продемонстрировать свою силу, как минимум. А, возможно, хотят и повлиять на выборы в США. По-разному влияют. Вот сейчас много в США пишут о том, что там Иран хочет повлиять, но Иран работает против Трампа. А кто-то, наоборот, пусть не прямо, косвенно хочет поддержать Трампа, помочь ему, показав слабость Байдена. Вот эта логика, она сейчас работает. Просто она по-разному проявляется у разных стран. У Северной Кореи с Россией своя логика, у Китая несколько иная. Давайте перейдем к теме НАТО. Очень часто мы говорим об этом в связи с тем, что новый генеральный секретарь приступил к своей работе. Вот хочется поговорить о его визите, визита Марка Рюте в Германию, штаб-квартиру Альянса, которая координирует поставки вооружения Украине и координирует тренировки украинских бойцов. Что это за визит? Это плановый или же там могли бы быть какие-то решения важные? Нет, ну решения, думаю, будут приниматься. Просто Генсепт НАТО не принимает единоличных решений. Он может предлагать инициативы. Вот тут показывают этот молоток, который сейчас в руках у Столтенберга. И он передает его Рюте. Это такой символ знака, как в Украине булава. А этот молоток как бы символ власти агенциака НАТО. Так вот, есть шутники, которые говорят, что вся власть агенциака НАТО в этом молотке. Им она и ограничивается. Все решения коллективны. Они принимаются коллективно. Вот у нас обсуждалась тема приглашения Украины в НАТО. Тема остается актуальной. Я думаю, она будет так или иначе обсуждаться и на следующем саммите НАТО в будущем году. И обсуждается сейчас более активно, чем раньше, с западными политиками. Но вот кто-то говорит, что Байден может пригласить Украину в НАТО. Не может Байден пригласить Украину в НАТО. Как и Столтенберг или Рюте. То есть любой генсек НАТО. Это может сделать только саммит НАТО. Но генсек НАТО, он координатор. Координатор этого альянса. И сейчас мы видим вот такую повышенную активность Марка Рюте. Он вступил в полномочия. Но он сейчас, я бы сказал, проводит аудит. Аудит реальной ситуации с безопасностью в Европе. Реальной готовности отдельных стран Европы. Быть такой, я бы сказал, боеспособной частью Североатлантического альянса. Поскольку Германия крупнейшая страна Европейского Союза. Там может быть не самая сильная армия в Европе. В силу послевоенного периода. Особенности после Второй мировой войны. Но тем не менее, Германия крупный производитель вооружения. И Германия тоже такая весомая часть системы европейской безопасности. Так что этот визит закономерный. Естественно, в рамках этого визита будет обсуждаться поддержка Украины. Рюте уже и в Киеве побывал. Буквально через день после того, как стал генсеком. Это показало приоритеты для него. Украина будет одним из главных приоритетов. И Рюте встречался с президентом Зеленским и премьер-министром Великобритании в Лондоне. Когда наш президент несколько дней назад совершил блиц-визиты по европейским столицам. Презентуя свой план победы. И Рюте участвовал в этой презентации тоже. Сейчас, я думаю, происходят консультации по поводу этого плана. Так что визит в Берлин это точно так же, как Байден собирается в Берлин. И, кстати, был уже телефонный разговор Байдена с Шольцем. Я думаю, что вот сейчас идет как бы круг обсуждения. То есть первый круг дипломатической работы – это презентация плана победы президента Зеленского. Вот, кстати, он будет теперь представлять его и в Киеве. Будет представлять украинцам. Что тоже очень правильное и своевременно. Но уже началась дискуссия по поводу этого плана у наших западных партнеров. И в частности это происходит в Европе. И Марк Рюте, я думаю, будет одной из ключевых фигур в этой дискуссии. Он будет связывать. Я думаю, что вот он будет теперь совершать визиты по европейским столицам для обсуждения этого плана и для формирования совместных действий стран Запада, стран НАТО в поддержку Украины. Вот как раз в среду ожидаем услышать по поводу этого плана победы Украины. Потому что есть информация, что как раз в Верховной Раде он будет представлен. Ну вот, что касается самого плана, как мы уже говорили, он представлен ключевым союзникам. Это США, Великобритания, Франция, Италия и Германия. По словам президента, на этой неделе и другим партнерам также будет представлен этот план. А когда стоит ожидать от них, от партнеров наших, скажем так, ответа? Или это может быть не публичный ответ? Смотрите, что касается ответа. Вот сегодня, когда президент Зеленский сообщил о том, что он будет представлять этот план Верховной Раде, это, кстати, его полномочия выступать с посланиями к Верховной Раде. Ну и, конечно, такой важный стратегический документ, который представлен нашим партнером. Президент как проводник внешней политики Украины. Это его конституционная полномочия. Он должен представить Верховной Раде, нашему парламенту, который имеет контрольную функцию. И который тоже принимает участие в выработке основ внешней политики. Так что вот это взаимодействие очень важно. Потому что у нас было много критики, что вот игнорируют Верховную Раду, не учитывают ее мнения. Но нет, мы видим здесь взаимодействие. Так вот, президент Зеленский сообщил одну важную деталь. Необычную. Раньше об этом не сообщалось. Что уже есть первая реакция на этот план. Первая редакция от наших партнеров. И он представит как нашу позицию, так и предложение наших партнеров. Уже первая реакция их на этот план. Так что уже первая реакция есть. Думаю, что президент действует, я бы сказал, по своеобразной иерархии. Это вполне логично. Он не может представить сразу всем. Тем более, я думаю, в плане есть секретные части. И это вполне логично. Это касается оружия. Ну и может быть некоторых действий в сфере безопасности, о которых нельзя сообщать россиянам. Но представили сначала нашим главному партнеру Соединенным Штатам, от которых мы получаем наибольшую военную поддержку. Затем ключевым партнером в Европе. Мы хотели это сделать на совместной встрече. Вот на конференции «Рамштайн». Тогда бы всем представили. Но, к сожалению, не получилось. Из-за урагана, из-за того, что Байден не приехал. Поэтому пришлось Зеленскому представлять этот план по частям. Отдельным лидерам. Но вот он на эту работу продолжает. Кстати, общий тейс он представил и нашим партнерам на Балканах, когда он был на саммите стран Юго-Восточной Европы. Но реакция уже есть. Первая реакция. Думаю, что второй, может быть, будет и третий круг обсуждения. Это уже, собственно, выработка совместной стратегии. Как минимум стратегии на ближайшие месяцы. Что необходимо сделать в военном плане для поддержки Украины. Что необходимо сделать в дипломатическом плане, в экономическом, для усиления давления на Путина, на Россию. Чтобы принудить ее к прекращению войны против Украины и к реалистичным переговорам. И чтобы Украина вышла на эти переговоры с более сильных позиций. Вот работа над этим уже идет. Думаю, что сейчас возникла проблема, связанная с выборами в США. То есть, можно, конечно, и нужно договариваться с Байденом. Наш президент Байдену представил наше предложение. И реакция Байдена, я так понимаю, уже есть. Частичная реакция. Может быть, будут еще какие-то дополнительные решения. Но следующий этап, конечно же, это реакция на этот план нового президента США. И от того, кто им станет, либо Трамп, либо Камала Харрис, будет многое зависеть. И будут, собственно, возможно, необходимы коррекции. Какие-то трансформации вот этого плана, а также действия наших партнеров. Поэтому я думаю, что, скорее всего, приняли решение дождаться результатов выборов США. А после этого будет формулирование, состыковка совместной стратегии наших западных партнеров с Украиной. Как мы должны действовать и для того, чтобы остановить врага в Украине, на Донбассе в первую очередь. И каким образом и когда, на каких условиях выходить на переговоры. И как Путина примудить к этим переговорам, к мирным переговорам. Потому что сам собой он на это не пойдет. Ну да, это главное. Как его заставить взять участие и в саммите мира, и выполнить формулу мира президента Украины. Владимир, спасибо вам большое, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. И за этот разговор, как всегда, интересно. Владимир Фисенко, политолог, был с нами на связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.